Всем привет, друзья! Это Рустам Леончик и Вероника, русский фэмили-влог. У нас пятница, а это значит впереди выходные. Но по пятницам у меня еще занятие китайского языка в Институте Конфуция, который находится в Политехе. Поэтому сейчас я еду на китайский язык, два часа уроков, ну а потом поеду домой. Так, я как всегда задерживаюсь, но что поделаешь, после работы получается только так вот. Тоже неплохо, как есть. Везде датчики света стоят очень удобно. Тут вот конкурс будет, кстати, 15-го, я пойду завтра. Хамигуа это дыня. Хамииска. Хамигуа это дыня и создавается в Северном Северном Севере. Если это, то у людей есть маленькие небольшие, чтобы они наслаждались в Севере. Мы будем называть Северном 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 Севере, слово Пуа Алле. Пуа Алле, helска, очень красивое. Северном 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 Севере, интересно. Совершенно сказал. В этом году, в чем-то, в чем-то, в чем-то, в чем-то, чем-то. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все, отзанимались, отучились, теперь домой. Но у нас с Вероникой появилась семейная традиция, я бы сказал, что по пятницам после китайского языка я заезжаю в кулинарию и покупаю вкусные, интересные, каждый раз новые пирожные. Ну как, я не знаю, они вкусные будут или нет, но так мы решили попробовать различные пирожные, допустим, из кулинарии хани. Вот, недели 4 я подряд вот заезжал и сегодня решил, думаю, надо чуть-чуть изменить направление и заехать не в кулинарию именно не по сладостям, а по пицце. Почему-то так захотелось с такой пиццей приехать домой и угостить Веруську, и попить чай сладкий. Решил заехать в Палермо. От Политеха здесь недалеко, поедем, посмотрим, что там, как там, и надеюсь, получится одну пиццу зацепить домой на вынос и порадовать Веруську с Леончиком. А здесь на Палермо, вот как всегда, машина эта стоит. Бывают цветочные клумбы сверху устанавливают, до этого было. А сейчас вот, оказывается, у машины еще и фары горят. Ну, вообще прикольно. Лавочка есть, завтраки с 8 утра, все ярко, как всегда, в принципе. У Палермо постоянно так. Так, я решил взять одну пепперони и одну карбонару. 15 минут, говоря, ждать. Сейчас надо узнать, может быть, сразу оплатить надо. Дипломы висят даже. Сеть Палермо. Паразлят. Что здесь интересного? Лучшая сеть пиццерий. О, тут вот Тарзан был. Сергей Глушко. Лев Константинович Дуров. Александра Назарова. Вот так вот. Сейчас буду, скоро дома верусь. Так, спокойно, кстати. Люди есть, но немного. Сегодня пятница, 7 часов, наверное, может, попозже. Да, будут отдыхать. Удобно, меню прям на входе зашел, полистал, захотел, остался, захотел, ушел. Ну, не надо следить за столом. И диваны очень удобные, мягкие для ожидания заказа. Да, вот я и говорил. С народу все больше и больше прям. Приехал домой, пиццу сразу верусь к я дала. Она говорит, я сегодня так хотела пиццу, говорит, просто мечтала. И ты, говорит, как догадался вообще, я говорю, вот. Я не знаю, ты не чувствуешь. Как-то почувствовал, но... И сразу Клеончик вот тут лежит, солнышко. Мобили, слушай, да, смотрит? Нравится вам? Малыш, ему так все нравится. Ой, Маньки, не жарко вам? Да, жарко, да, сегодня ты гулял? С мамой в парке был? Какой молодец! Ну, малыш, пойдет папа разденется. Вот так вот. Так, посмотрим, как пицца выглядит. И вообще, аппетитная она или нет? Ну, вот это аппетитно. Это у нас пепперони. О, а сыра как вообще нормально? Ну, не жалеют. Палермо, мне кажется, пицца одна из самых вкусных. Так, а это карбонара. Это как будто яйцо, что ли? Что-то я не помню, что там яйцо было. Так, будем кушать. Приятного аппетита. Да, с яйцом все как положено. Короче, прям классно. Взял, так, видео опять открыл, посмотрел, как я там меню листал. И сразу ответил на свой вопрос. Сейчас сладкий чай сделаем с Веруськой. Сладкий чаечек как замутим, будет. А, как вкусно. Так, ну что, короче, вчера, значит, мы пиццу покушали, поужинали. Понравилось? Да, очень. Пицца, правда, была вкусная. И мы потом уже легли отдыхать. Ну, я там видео монтировал. Веруська там тоже с Леончиком. Они упражнения разные делали. Что там? На фитболе. На фитболе, на мячике. Вот на котором я, кстати, сижу. На котором приготовилась к родам. И да, мы поспали, выспались, все нормально, хорошо. И сегодня решили как раз открыть посылку, которую нам передали наши друзья. Ну, неделю, у нас не было времени неделю ее открыть. Да, просто я ее принес, и она стояла, ждала своего момента. И сегодня он настал. Спасибо Илья, Лера. Сейчас посмотрим, что же там нам пришло. Но я-то знаю. Почему ты знаешь? Ну, я знаю. А Веруська нет. О, прикольная штука. Мне очень понравилась она. И, правда, Илья такой оперативный. Быстро все заказал. В Казахстан они не отправляют. Такие вещи у нас. Этого нет, я не нашел. Вот, хотел у нас, думаю, может здесь где-нибудь, там в Астане, в Алма-Ате. И у меня прям, знаешь, интригуешь раз там. Что такое? Не было. Ну, и вот так вот, поэтому она с Москвы. Вот, качи. Вообще, она должна была прийти намного раньше, но из-за ситуации на границе, короче, ну, вообще статус не обновлялся две недели, и в какой-то момент я так уже думаю. Две недели? А сколько она шла? Ну, две недели, получается. Крайний статус получается, недели три крайний статус, 24 сентября. Обновился, типа, посылка на пути к получателю, и все. А где он не получается? Это все заказали, когда вы родили? Нет, где-то, наверное, в 20-х числах. Нет, вот числа, наверное, знаешь, 18-го. И потом вот, да, и потом вот началась вся эта ситуация, как бы в России, да, и на пробках, на границе пробки. Так, что там? Ну, что-то... Пока Леончик там лежит, кайфует, мы вот распаковываем. Он мобиль слушает. Догадываешься, что это? Ну, тут написано массаж для ребенка. Массаж. Мне очень понравилось такая вещь. Каминдарик какой-то. Да? Как развивает ребенка? Сейчас посмотрим. Так, у гимнастии ребенка вот. Чего это? Гимнастия, как на ребенка. А, вот такая вот, как памятка, видать, она вот так скручивается и становится. А у тебя что там? Каминдарик ребенка помощник для родителей первого года жизни. Ты видела такое? Я у кого-то... Я поняла себе, у кого-то. Поняла? Да, 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 да. Получается, каждый месяц... Ну, что должно быть, да, у ребенка? Что он должен уметь его... Вот так вот выглядит календарь. Очень большой, но я вот хочу его повесить, может быть. Вот так будет проще показывать. Ну, очень круто, очень. Обычно лезешь в интернет, что там должно быть, что надо делать. А тут вот все написано, классно, классно, спасибо большое. Игры даже вот есть. О, как можно... Ну-ка, упражнения для мам на фитболе, развитие ребенка. Вот нам как раз вот два месяца надо посмотреть, что в два месяца делать. Круто, вот так вот. Да, здесь получается, вот каждый месяц расписан, да? Ну, просто вот как бы тут и для родителей вот есть. А где для пап? Для мамы вижу. А вот для пап. Вот, смотри, упражнение у нас вот такое же есть в фитболе. Тут игры, я вот говорю, игры есть. Это что? Самолет. Прикольно, прикольно. А, вот сколько он должен повесить, да, там и так далее. Ну, у нас нормально все повесить. Классно. Леончик там поддакивает. Уже хочет узнать, как его развивать будут. Классно. Спасибо. Ей, Леончик, привет, ребят. Ох, какой ты. Он обкакался, надо идти менять памперс. Ну все, пойдем. Не расстраивайся, пожалуйста. Не расстраивайся. Давай мы тебя помоем, и ты будешь улыбаться хорошо. Ладно, ладно. Илья, Лера, спасибо большое. Всем спасибо за просмотр, друзья. Увидимся. Леончик, всем привет, ребят, Леон. Всем хорошего настроения и пока. Субтитры сделал DimaTorzok